Добрый день, друзья! Вы на канале ВМЗАП и с вами я, Роман. Хотим вам показать сегодня уникальнейший случай. Автомобиль Hyundai Santa Fe 12 года выпуска ехал по лесу, наткнулся на пенек, пробил себе масляный фильтр и, не заметив этого, продолжал движение, что привело к заклиниванию двигателя. Давайте сейчас подойдем, посмотрим, какой у него пробег, заглянем внутрь и посмотрим, что же стало. Включаем зажигание, пробег у нас сейчас загорится, 123-124 тысячи. Салончик достаточно бодренький такой, да, он кожаный, не ушатанный. Кстати, неплохой достаточно салон, не протертый. Ну, соответственно, да, здесь немножко сказывается потертость руля. Время, к сожалению, никого не щадит, но так внешне, да, достаточно прилично все. Завести нам его не удалось, потому что владельцы самостоятельно где-то в другом сервисе, по всей видимости, или вы сами, мы еще точно не уточняли, сняли владельца поддон самостоятельно и, обратите внимание, стоит неоригинальная крышка корпуса, фильтра. Причем, она не до конца закручена, я так понял, но это, видимо, в лесу, когда именно ее и раскололи, чтобы как-то хоть куда-то доехать, поставили то, что было первое под рукой. Ну, соответственно, все равно не повезло, его заклинило. Вот сейчас Дмитрий у нас пытается провернуть двигатель сильными руками своими, и у него это не получается. Придется разбирать и вытаскивать. Ну что, давайте дождемся разборки, дефектовки двигателя и встретимся с вами уже возле операционного стола. Ну вот, видимо, поставили новый корпус, крышечку, но двигатель сам не завелся, потому что фильтр без масла, сухой совершенно. Хотя там что-то есть внутри, но это... А масло? Черное. Либо у меня обоняние пропало, либо я это самое, не чувствую ничего. Мотор здесь стоит 2,2 литра дизель, D4HB. Ну, по состоянию подкапотного пространства достаточно аккуратненько все. Нету отложений таких реликтовых. То есть за мотором и за машиной это, в принципе, следили, ну и судя по состоянию салона. Давайте посмотрим воздушный фильтр. Свеженькие достаточно. То есть недавно делали ТО, но, к сожалению, лесная прогулка подвела. Но будет как новый после нашего ремонта. Никаких там кулаков дружбы не видать. Да, то есть тебе предстоит еще танцы с бубном вокруг гидротрансформатора на заклинившем моторе. Да. Ну да, здесь сделали, видишь, меняли кулу дифференциала и синяя смазка вон везде. Смазывали все. То есть кто-то уже туда лазил. В полный привод здесь уже делали. Да, видишь, все смазано. Вот какой шоколад. Ну хоть в этом повезло, да? При беглом осмотре обнаружили заклинивание турбины. Ну это и понятно, да, при масляном голодании первым делом выходит турбина. А каталитик? А он еще там? Нет, ты его снял? Нет, я его снял, но я даже не заглянул в него. А он кривой, мы его так и не увидим. Только надо гибким глазом посмотреть. Внешне он не вареный вроде так, да? Родной. Что там? Сзади я смотрел, там вроде целые, все даже надписи есть какие-то. Нет, он есть, но он тоже забитый. Да, громадный люфт. Люфт, и она клинит, она физически не крутится. Дорогие друзья, лайфхак, как на заклинившем моторе, он не проворачивается, снять короткую передачу. Для этого нужно открутить гидротрансформатор от муховика. Поэтому вопрос к знатокам. Если знаете, то напишите в комментариях, как открутить гидротрансформатор от муховика при заклинившем двигателе. Пишите в комментариях. Двигатель разобрали? Сейчас сюда сложили дефективные допчасти. Обратите внимание, что после того, как разбили масляный фильтр, корпус, и масло все вытекло, двигатель заклинил из-за того, что прихватило вкладыши шатунные на первом цилиндре. Вот здесь они видны, остатки. И, соответственно, шатун первого цилиндра, вот он, синий, головка шатуна синяя, нижняя. И, естественно, задиры на поршне. Остальные еще более-менее. Но все равно имеют следы из-за небольших, четвертый тоже наглухо, задра. И коренные вкладыши. Вот этот раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Тоже имеют следы. Следы подклинивания на вкладышах. Но прихватить их не успело. На удивление распредвал. Головка осталась в хорошем состоянии. Вот тут постели снял. Тоже, видите, они даже не синие, ничего. Блестящее. Никаких даже потертостей не видно. То есть головка в рабочем состоянии. Прителить клапана, заменить масло-съемные колпачки. И все будет прекрасно. И вот тоже коренные вкладыши. Живенькие. И еще хотел бы обратить ваше внимание. Вот эта передняя крышка двигателя. На удивление чистая. Там пробег порядка 100 тысяч. 120, что ли, я что-то не помню точно. Но видите, за это время масло, по всей видимости, владелец использовал очень хорошее. Здесь нет никаких отложений. И, по всей видимости, использование хорошего масла и спасло этот двигатель от фатальных повреждений, где бы и голову задрало, и колено бы еще больше разрушило. И постели коренных подшипников тоже бы заклинили. Здесь пока все вроде бы живо. Это блок. Вот можно увидеть задиры на стенках первого цилиндра. Постели живые. Теоретически, если загильзовать блок, ну и четвертый цилиндр там тоже должен быть задран. Сейчас мы его положим и посмотрим. То есть теоретически, опять же, если загильзовать блок, заменить коленчатый вал, один шатун, поршни, вкладыши, ну и там одноразовые детали с масляным насосом. Вот он тоже. Разбирать не стали, но поскольку он работал без масла, к замене. Соответственно, можно восстановить двигатель. Сейчас с владельцем будет согласованы дальнейшие действия. Ну и о результатах вы узнаете чуть позже. Мы его развернули в другую сторону, а сейчас перед нами сторона выпуска. Вот на ней виден первый цилиндр задиры, второй, третий живые, и четвертый цилиндр. Вот он сильно, очень задран. Поэтому ждем решения владельца о дальнейшей судьбе его двигателя. Либо замена на контрактный, либо ремонт. Так, а это наш автомобиль, который из леса приехал с заклинившим двигателем. Владелец на него привез бэушный двигатель, такой же, D4BA. Сейчас Юра его у нас подготовит. Ты сейчас что делаешь? Навеску на него вешаешь? Что ты сейчас делаешь с ним навеску, вешаешь на него? Ну, уже повесил. Вот какие быстрые, прям не успеваешь подойти, а они уже все сделали. Ну, как так можно? Никакого видео не получается. Ладно, будем вживлять сейчас. Покажем процесс. Каталитик тут целый, кстати, или вареный уже? Да, целый. А и у него стоял тоже целый, да, по-моему? Ну, это его есть. А, ну да, разумеется, ты с ним уже переставил. Ясно. Ладно, не буду тебя тыкать. Уже поставил, да? Да. Так, Юра практически закончил. Вот на таком масле владелец ездил до того, как мотор заклинил. А вот такое масло он сейчас будет заливать. Такое же. То есть все, ставим аккумулятор и на этот двигатель, который привез клиента, и установил ее всю навеску, правильно? Включая там стартеры, генераторы, стону-пины. Полностью, да? Единственное, только мы не заглянули под клапанную крышку в таком состоянии двигателя, потому что крышка меченая и запретили этого делать. Видимо, там, где владелец покупал мотор, это, как считается, гарантия от вскрытия несанкционированного. Поэтому мы, естественно, туда не лазили. Сейчас будем заводить, послушаем, как он работает. Итак, видеогазит установлен, масла и жидкости залиты. Давайте произведем запуск. Ну, помулясь. Уже завелся? Да. Что-то я даже и не слышал. Ну-ка, пойду-ка я послушаю. Быстро завелась, потому что мы компьютером прокачали топливную систему. Сейчас, еще раз. Быстро завелась, потому что компьютером прокачали топливую магистранту и запустили функцию, на губе нового. Первый пуск такой быстрый. Ошибок нет никаких, да, под двигателем? Так, посмотрим. И да, ошибок нет. Ходок нет. Так что вам, друзья мои, наши рекомендации аккуратно и внимательно ездить по лесу и по полю. Потому что могут быть скрытые пеньки, которые и приведут вас к нежелательным и неожиданным финансовым затратам. Поэтому удачи на дорогах и будьте внимательны. Ну и моторчик работает ровно, так вот не чувствую, если здесь вибрации никаких в салоне. Хоть и дизель, но прям приятно. хороший мотор. Ну, а я спешу напомнить, что вы были на канале ОМЗАП. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Ну и вишенкой на торте при замене двигателя это регулировка углов установки колес. После того, как сняли, поставили мотор, сняли, поставили подрамник. Отрегулировали исход-развал и пожелали клиенту всего самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok